В Архызе прошли соревнования по горнолыжному спорту. В числе участников были не только представители регионов Северного Кавказа, но и поклонники экстремальных дисциплин из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга. За состязаниями наблюдал и наш корреспондент Артур Махце. В Архызе на днях было очень жарко. Глядя на показатели термометра и стелившиеся по склонам снежное покрывало, в подобное верилось трудом. Однако увлекающимся экстремальными видами спорта мерзнуть некогда. Для них здесь организовали соревнования по горным лыжам. Сперва на старт за кубок Архызенок вышли ребята 6-12 лет. Затем свой класс показали старшие, в том числе инструкторы и бывшие спортсмены. В сумме у нас за этот сезон стартовый, такой пилотный, мы увидели в протоколах больше 100 участников. Это многоэтапные старты по всей России. И подали заявку на то, чтобы в Архызе такой этап также на следующий сезон состоялся. Проведение здесь состязаний подобного уровня стало возможным благодаря поэтапному развитию как самого курорта, так и внедрению нового оборудования, в том числе системы хронометража. А увидеть горнолыжный турнир в деталях помогли коллектив школы инструкторов Архыза и персонал фото- и видеослужбы. Без их умения в экстремальных условиях выбрать нужный ракурс было бы намного труднее показать всю прелесть этого вида спорта. Организаторы соревнований дали возможность принять участие в борьбе за призы различным возрастным категориям, поделив их на несколько групп. Дети могли сделать бесконечное число попыток. По итогам лучшие из них и определялись лауреаты состязания. У старших, разумеется, всё по-взрослому, в соответствии с правилами крупных соревнований. Каждому участнику было необходимо провести успешно обе попытки на разных, но одинаково сложных трассах. Лучшие определялись по сумме двух спусков. Матвей Киреев приехал в Карачаево-Черкесию из Воронежа. Говорит, что в Архызе ему всё нравится. Даже не тянет посещать другие, в частности, зарубежные курорты. Мне понравилось всё. Я сюда езжу седьмой год. Единственная проблема на трассе была, потому что ехал последний, там был лёд. И я там упал. На этих соревнованиях у Матвея была персональная болельщица – его мама. По словам Татьяны Киреевой, архызские трассы ей нравятся своей доступностью для спортсменов различного уровня. Здесь можно совершенствовать свои навыки занятий сноубордом, горными лыжами. Мы здесь не первый раз. Мы иногда сюда приезжаем. Мы любим очень это место. У меня сейчас в соревнованиях принимает участие младший сын, поэтому я группа поддержки. Я всем желаю участникам, главное, наверное, положительных эмоций и побед. Чем хороши подобные соревнования, так возможностью сравнить свой уровень подготовки с теми критериями, которые позволяют лучшим побеждать на сложных трассах. Среди тех, кто в этот день вышел на старт, были спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из регионов Юга России. Несмотря на то, что здесь тоже имели свои победители, назвать кого-то из участников проигравшими язык не поворачивается. Приехавшие на соревнования люди нашли время и возможность для занятия любимым видом спорта. Глядишь, в нынешних условиях, когда менее доступными стали некоторые ранее популярные зарубежные горнолыжные курорты, у Архыза появится возможность приглашать еще большее число туристов. Дальнейшее развитие и разумная ценовая политика помогли бы воплотить в реальность многие грандиозные, в частности, спортивные планы. Артур Махце, Максим Долгов, Вести, Карачао-Черкесия, Архыз. Артур Махце, Малу, Вести, Карачао-Черкесия, Архыз. Иннократ Крассир Крises, punkы которые вы хотели учить, уже Mayor Заджир. Артур Махца, QR Vas e thlegи.